В Красноярск вернулся режим черного неба. Печи кочегарят, трубы дымят, телеканалы подупреждают о вредных выбросах. Режим черного неба первой степени опасности. По данным Министерства экологии, за последние сутки в воздухе превышение по диоксиду серы. Карта общественников тем временем окрасилась в красный, а местами даже в черный цвет. Загрязнение фиксирует по всему городу самая сложная ситуация в железнодорожном и октябрьском районах. В воздухе превышение по диоксиду серы. При этом хуже всего ситуация в центре и западнее. То есть далеко от краза, но недалеко от труб котельных. Давайте снова разбираться из-за чего и из-за кого в Красноярске черное небо. Для начала спросим у поисковика, откуда в воздухе диоксид серы. Диоксид серы в воздухе образуется при сжигании угля, а также при добыче металла из руды. Главными загрязнителями, виновниками выбросов диоксида серы являются ТЭЦ СГК и Красноярский алюминиевый завод. Эти два крупных предприятия ежегодно выбрасывают в атмосферу тысячи тонн диоксида серы. А их руководство уже лет 10 клянется, что в скором и прекрасном будущем с выбросами диоксида серы и других вредных веществ будет покончено. Новые электрофильтры мы планируем получить КПД не ниже 99%. И я бы сказал, что оно будет выше, что нам эту цифру после запятой будут подтверждены испытаниями электрофильтра. Я думаю, что будет не ниже 99,7%. Электрофильтр первый по нашим планам даст снижение выбросов пыли примерно на 6%. Конечно, это визуально на нашем дыме не отразится. Итоговый эффект мы увидим после реализации всего плана мероприятия, экологической нашей большой программы и установки всех электрофильтров. В прошлом видео, посвященном экологии, я подробно рассказал о пагубном влиянии на экологию Красноярского алюминиевого завода и обещал также подробно разобрать влияние ТЭЦ Сибирской генерирующей компании. Я просмотрел архивы за последние 5 лет всех телеканалов города и был поражен, насколько на самом деле все печально. И сегодня я вам всю эту, насколько возможно, объективную картину покажу. Там на Сунистре не должно быть, не должно быть вообще. Я первый раз вижу. Там на Сунистре не должно быть так. Конечно, там, чей-то безбаляешься. Кошмар. Бал, что я домой балую. СГК на втором месте после краза по объему выбросов. Но на это многие общественники, экологи, депутаты почему-то закрывают глаза, будто вообще нет такой проблемы. И говорить об этом не хотят. Но дымит себе труба и дымит. Подумаешь, всего лишь сжигают уголек. Это же всего лишь сажа, какая-то пыль, дымок. А вот прокурор считает иначе. Недавно суд по иску прокуратуры обязал Красноярский ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 установить фильтры и нормировать загрязнение. На станциях нашли незаконные выбросы во время проверки. Было установлено, что три паровых мазутных котла на пуска отопительной котельной ТЭЦ-3 не имеют установок очистки газа. Мышьяк, ртуть, кадмий, барий, марганец, никель, свинец, медь, хром, алюминий, кобальт, магний и ванадий. Значит, данные вещества относятся от первого до третьего вещества по опасности шкалы. Данные вещества были установлены в их выбросах. И, значит, сначала мы внесли представление о том, чтобы данное предприятие устранило и прекратило данные выбросы. Предприятие с требованием прокурора по представлению не согласилось, поэтому судебным понуждением по исковому заявлению прокурора данное предприятие, значит, понуждено. И судом первой инстанции принято решение об нормировании данных веществ. Отнюдь не визобидные продукты горения угля, а вот это, перечисленное прокурором, токсичная ядовитая взвесь вылетает из трупов СГК. Самое поразительное, что если читать проплаченные статьи на сайтах, то СГК прям образцовая компания. И фильтры они ставят, и трубы удлиняют, и деревья садят. А копнешь глубже и выясняется, что вся эта природоохранная деятельность ведется абсолютно неискренне, недобровольно. Начнем с того, что большая часть позитивных новостей об СГК, которые, возможно, вы слышали, это реклама. Руководству некоторых телеканалов, газет, сайтов, как говорится, не западло брать деньги у загрязнителя окружающей среды. А затем своим зрителям и читателям впаривать то, что им скажут. Восьмой канал приехал на пресс-конференцию СГК. Из десятка журналистов никто не задавал острых вопросов. Все вопросы были согласованы, собственно, поэтому они и были угодническими. Например, сотрудничает ли СГК с СФУ и сколько там учатся энергетиков? Складывалось такое впечатление, что мы были единственные, кто пришел на конференцию не по заказу и не для того, чтобы похвалить организаторов и похвалить, судя по всему, за деньги, которые лучше бы СГК направляло на решение экологических нарушений. Коммерческий подкуп СМИ как норма, а по сути проституция, коррупция и предательство своих зрителей и читателей. Сокрытие правды ради выгоды. Нужно понимать, что деньги это самое важное. Как выглядит реальность? Отвратительно и гнусно. Когда я наткнулся на видео с руководством СГК, отвечающего на неудобный вопрос, я был в шоке. Мы будем обжаловать решение прокуратуры и мы не согласны с решением суда, поэтому пойдем в следующую инстанцию. Я все-таки очень сильно люблю и уважаю природоохранную прокуратуру Красноярской края, но очень сильно хочу их полюбить и поуважать в суде. Похоже на угрозу, но мы бы не советовали угрожать природоохранной прокуратуре. А то ведь кто его знает, сколько еще нарушений было выявлено надзорным органам, но не вынесено в свет. Скажите, пожалуйста, а это и есть ответственное отношение СГК к экологии? Пока не настучали по башке из Москвы, пока не погрозила пальцем прокуратура никаких действий. В последние годы сибирская генерирующая компания в своих пресс-релизах и, разумеется, проплаченных СМИ пиарится об экологической модернизации на некоторых объектах. Пишут, что с 2020 года на красноярских ТЭЦ устанавливают электрофильтры взамен старых батарейных циклонных уловителей. Что, внимание, существенно, подчеркиваю, существенно повысила степень улавливания загрязняющих веществ в уходящих газах. Стало быть, все хорошо, расходимся. Четыре года уже полным ходом идет реконструкция на ТЭЦ. Если это все правда, воздух, стало быть, в Красноярске должен постепенно становиться чище. Что ж, недавно на очередной сессии Краевого ЗАГС Собрания министр экологии Владимир Часовитин представил доклад, в том числе, о загрязнении воздуха. Добрый день, уважаемые депутаты. 23-й год не привел к существенным изменениям состояния атмосферного воздуха. Сохраняется уровень загрязнения воздуха как очень высокий. Причина – превышение концентрации загрязняющих веществ, особенно в период неблагоприятных метеоусловий. То есть прошел очередной год борьбы за чистое небо и ничего хорошего не произошло. Кто виноват? Основной вклад в загрязнение воздуха в городе Красноярске вносят выбросы АО «Русал-Красноярск». 53,8 тысяч тонн – это 51,2% от всех промышленных выбросов. СГК 34,5 тысяч тонн – 32,8% от всех промышленных выбросов. Треть всех вредных выбросов Красноярска – это СГК. Причем, забегая вперед, скажу, что если выбросы «Русала» сократились в соответствии с комплексным планом на 3 тысяч тонн, и это подтверждается статистикой, то снижение выбросов СГК на 12 тысяч тонн незаметно в статистике. Незаметно – это как? Опять жонглирование цифрами или что? И по отчету 2ТП за 2023 год выбросы даже увеличились на полторы тысячи тонн по сравнению с 2022 годом. Это связано с ростом выработки электрической энергии в связи с увеличением промышленного производства. И второй аспект – чисто статистический. 18 из 35 закрытых ранее котельных не сдавали отчетность 2ТП, а значит база за 2019 год требует корректировки. Министр экологии сказал, что выбросы СГК за 2023 год даже выше, чем за предыдущий, на полторы тысячи тонн. Плюс какие-то мутные, неучтенные выбросы с котельных, которые должны быть закрыты. А где же тогда хотя бы минимальный, положительный эффект от идущей с 2020 года на ТЭЦ модернизации? Эффект-то отрицательный. Подождите, так ведь федеральные деньги, миллиарды тратились на проект «Чистый воздух». Где деньги? И где результат хоть какой-то эффект для экологии? Еще больше на полторы тысячи тонн выбросов? Это же в голове не укладывается. Смотрим дальше. В декабре 2021 года Виктория Абрамченко в своем отчете президенту сообщила о результатах выполнения программы «Чистый воздух» в 2021 году. В том числе по городу Красноярска. Там прозвучала такая цифра, что вместо показателя в 4% снижение вредных выбросов произошло менее чем на 1%. При этом в Красноярском крае на реализацию федерального проекта «Чистый воздух» потрачено было 24 миллиарда. Результата пока нет. 2024 год заканчивается. Какая у нас ситуация, какая обстановка. Достигнем мы снижения 20% или нет? 24 миллиарда. Вы вдумайтесь в эту цифру. 24. Сумасшедший объем бюджетных денег. Депутат Маркерт говорит, где хоть какой-то положительный результат. Нам необходимо снизить до полного выполнения 25 тысяч тонн. В настоящий период времени у нас 15 тысяч тонн достигнуто снижения. До конца нам еще, конечно же, далеко. 10 тысяч тонн – это очень-очень много. Объясню почему. Все сливки мы с этой программы уже сняли. Все, что можно было быстро сделать, мы сделали. Остается как у олимпийского чемпиона. Чем дальше, тем за каждую секунду придется платить намного больше. Почувствуем ли мы этот эффект при снижении 20% выбросов? Безусловно, городу Красноярску, если мы о нем сейчас говорим, безусловно, станет легче. Но вместе с тем, для того, чтобы почувствовать до конца эффект, конечно же, нужно сделать намного больше. И об этом понимают все. И я, и председатель правительства, и губернатор Красноярского края. Восьмой канал и ТВК критиковали СГК, напоминая, что у красноярцев многолетний общественный запрос на улучшение экологии. Граждане массово жалуются, в том числе и в редакцию нашей телекомпании, на удушье, плохое самочувствие, отдышку, на просто рвотные позывы. Вот когда вечером идешь домой и дышишь всей этой грязью, конечно, это просто уже невозможно. И так шестой день подряд. Прокуратура выяснила, что один из главных загрязнителей в городе Сибирске, генерирующая компания, вот сейчас мы находимся рядом с ТЭЦ-2, который принадлежит ей, который управляется этой организацией, она загрязняет наш воздух нелегально и ртутью, и мышьяком, и другими веществами, которые крайне опасны для нашего здоровья. Прокуратура и суд требуют установить новое газоочистное оборудование на котельные СГК, но пока сибирская генерирующая компания планирует оспаривать все эти решения. Вообще, как так получилось, что мы постоянно зимой живем вот с таким смогом, с таким черным небом, с этим ужасом? Еще в 2019 году красноярцы выходили на митинг за чистое небо. Власти много с тех пор, что обещали, насколько все это выполнено, и вообще, есть ли добрая воля у наших загрязнителей к тому, чтобы менять ситуацию? Добрая воля потратить миллиарды вместо того, чтобы купить очередную яхту? Ну, это же смешно. Больше 20 лет я работаю и с контрольно-надзорными, и с другими органами государственными, и с промпредприятиями. У них нет доброй воли. Они прямо говорят так. Если мы начнем все нормировать, все это, это же типа деньги, СГК сразу говорит, мы тогда все это в тариф вам залом. Так мы видим, что и они нас и травят, и тарифы задирают при этом. И яхты там самые большие строятся. Еще в 2017 году на митингах за чистое небо горожане потребовали у власти газифицировать Красноярский ТЭЦ до 2022 года. Власти требования не выполнили, пообещали разработать проект перехода котельных на газ до 2030. Об этом уже мало кто помнит. Но один из организаторов тех митингов Андрей Сковородников продолжает бороться. Если бы взялись бы уже в 2017 году, когда мы впервые по нашим проблемам собирались, можно было все сделать. Уже можно было даже заканчивать перестойку КРАЗа, перевод, например, наших ТЭЦ на газ, либо на современную фильтрацию. Не топить самым беспонтовым дешевым углем можно было. Но на жапонтику несколько маленьких угольных разрезиков, миллионов тонн выработки. Вот как бы получаем смесь угольного лобби, просто пофигизма чиновников и задыхающийся город. Еще пять лет назад тысячи горожан выходили на митинги против черного неба. Один из пунктов резолюции митинга был перевод ТЭЦ на газ. Значит, относительно газа, хорошо, я вам скажу про газ, в отношении перевода городского транспорта на газ. Имеется в виду ТЭЦ? На самом деле очень много. ТЭЦ? Относительно ТЭЦ таких мероприятий нет, но я думаю, что давайте мы этот вопрос посмотрим. Мы, может быть, в рабочем порядке или через какое-то время здесь еще раз. Павел Евгеньевич, два года назад этот вопрос был поднят, когда он будет рассмотрен. Мы уже стали ждать рассмотрения. Мы хотим услышать по нашей резолюции конкретно, когда конкретные меры, в какие конкретные сроки. Прямо здесь и сейчас не могу придумать никаких сроков, которые не написаны на бумаге и, соответственно, не подписаны как планы. Но вот за пять лет так и не придумали. Почему это происходит? Тогда на митинге своей версией поделился оппозиционный депутат Иван Серебряков. Я понимаю, почему это происходит. Потому что сейчас у нас все котельные отапливаются на угле. И кому принадлежит этот уголь? Чьи семьи находятся? Как вы думаете, будет ли у нас когда-то газ в Красноярске при таком подходе? Я сомневаюсь. Потому что если проблема обозначена, можно было ее решать давно. Почему частный сектор перешел на уголь? Да потому что тарифы на электроэнергию неподъемные для граждан. Неподъемные! А кто утверждает тарифы? Тарифы утверждает губернатор и правительство края. При этом у нас с вами стоит три каскадные ГЭС. Поэтому меняться вряд ли что будет. Есть избыток электроэнергии. Есть, но почему-то не про нашу честь. Есть огромное количество газа в недрах Красноярского края. Но тоже почему-то ждем, когда Газпром соблаговолит газифицировать Красноярск. Чтобы потом у него по рыночной цене покупать наш газ. Кстати, почему мы не можем добывать газ сами? Это что, сверхсложная задача пробурить скважину, качать газ, проложить трубу? А как раньше с этим справлялись? Лет 50 назад. Почему в Советском Союзе, так сказать, при социализме, все решалось гораздо проще? Захотели, навалились, сделали. У Красноярского края есть такой опыт даже в условиях вечной мерзлоты. ТЭЦ-2 в Толнахе перешла с угля на газ в 1971 году. А в 1975 перевели котлы на сжигание природного газа на ТЭЦ-1 в Норильске. На газе они работают до сих пор. Не знали? А зачем вам СГК или подконтрольные СМИ будут об этом рассказывать? Чтоб СГК, по примеру, Норильска заставили перевести ТЭЦ на газ? Ну ничего себе у вас, хотелки! Жили в грязи, в вони, дохли как мухи. А тут вдруг проснулись? Свежего воздуха вдохнуть захотели? Так ведь господину Мельниченко, жителю Арабских Эмиратов, это в копеечку выйдет. Да если олигарх так швыряться деньгами на экологию будет, он же, не дай бог, лишится первого места в списке Форбс. В сухом остатке мы имеем невыполнение указа президента о борьбе с черным небом. Президентская программа «Чистый воздух в крае» провалилась. Пять лет псу под хвост. Мизерный эффект от вложения колоссальной суммы. Воздух не соответствует санитарным нормам. Красноярск продолжает оставаться одним из самых экологически неблагополучных мест на земле. Население, как и пять лет назад, во время митингов кормят обещаниями. Точечные изменения в корне не меняют ничего. Интересы корпораций и чиновников, как и раньше, стоят выше интересов людей.